Что такое настоящее безумие? Настоящее безумие это полтора года крутить контейнеры Дубая в надежде повторить успех июня 22 года, когда я смог выбить CLK GTR, которая стоит 300 миллионов. Напоминаю, это самая дорогая машина из всех возможных, которая может выпасть из контейнера. А в последнем видео по контейнерам мы ушли в такой жесткий тильт, что я уже решил, что может быть пора с этим завязывать. Но вот что такое настоящее безумие, это то, что произойдет в этом видео. И название его не кликбейт, это действительно то, как оно есть. Так что вы попали на одно из самых легендарных видео. Лучше этого, мне кажется, из контейнеров не было ничего. Реально. Ну и ставь, конечно же, лайк и подписку, если хочешь такую же удачу, как в этом видео. А в этом видео удача зашкаливает за 1000%. Ну а те, кто ввели мой промокод такс и получили до 100 тысяч игровой валюты и випку, вообще имеют удвоенные шансы на то, чтобы что-то залутать. Но начиналось все немного по-другому. Я решил записать обычную серию по контейнерам и вот что было дальше. Здорово, пацаны, здорово, гангстеры. Прямо сейчас я нахожусь в GTA San Andreas на Radmir RP. А сейчас я нахожусь на проекте «Мой дом в GTA 5». Это, в общем-то, одно и то же, но на разных движках. И сегодня я планирую и там, и там открывать дубайские контейнеры на плюс-минус одинаковую сумму. На Radmir у меня 38 миллионов 981 тысячи на руках, а на моем доме 33 миллиона 218, но на моем доме контейнер стоит 12 миллионов, а в San Andreas он стоит 19. В общем-то, будет справедливо, интересно сравнить. Поэтому давайте прямо сейчас начнем открывать на Radmir и потом продолжим на моем доме. И сравним, где сыпет лучше, где сыпет интереснее. Первый контейнер залетает, и мы смотрим, что в нем. Если там елку, будет очень обидно. Новая футболка, блядь. Новый ЦЛС, сюда. ЦЛК. Я хочу забрать, потому что багнется. И я не могу, я это ждал. Я не верю, блядь. С первого контейнера. Надо было продать, ну ладно, я заберу. Это легендарно. Пацаны. Пацаны, с первого контейнера, блядь. Я с первого контейнера выбил. Алло. Какой заглотни у тебя сверху написано? Ты здесь, Назарчик? Алло. Алло, блядь. Пацаны. Я не верю, это же... Как? Я в ахуе. Все еще нахожусь. Алло, блядь. А что делать теперь? Открывать кейсы, что ли? Кентейнеры? Ооо, как? Кто-нибудь... Тут никого не было. Мне никто не поверит, блядь. Пацаны. Пацаны. Алло. Что? В смысле, что? Ты не видишь, что это, блядь? В смысле, что? Вы не видите? Я ее только что с первого открыл. Я не знаю, что вообще произошло. Ха-ха. Ха-ха. Я... Подожди, у меня там... Я вообще другое видео снимал, блядь. Пацаны, я в Радмире, в обычном. Открыл первый контейнер. И мне... ЦЛК ГТР, короче, упал. За 250 миллионов. Я пока АФК стою здесь, если что. Я вот тут водичку пока нырну. Освяжусь, подождите, не верится. Я еще один открою. Что произошло? За всю боль. Подожди, я... Я же ведь... А в каком году я выбил? Я даже забыл. Это было в том или в... Я сейчас буду гуглить. Ха. Что? Я был уверен, что это было в 23-м году. 3-го июня 2022-го года. Последний раз. Я выбивал. ЦЛК ГТР. Да насрать вообще что там. У меня уже баланса не хватит сейчас. Это было так давно, оказывается. И после этого, вы помните, сколько боли, отчаяния, усилий было вообще заложено в эти контейнеры. Туда была заложена вся душа в них. А в прошлом видео, я сказал, может быть, пора с ними завязывать. Но не падает. Но убрали его. С первого. Да ебать мне повезло. Я реально... Я был только готов к тому, что это будет там 100 контов, 200, и мы его дожмем с последнего. С первого. Я не готов к этому был вообще. Лок один. Погоди. Да не, я все. Конечно, я все. Ноль пробега, ЦЛК, ГТР. Карпас, блядь, сюда на вывод. У кого? Две тачки по 600. Миллионов ебать. Но я залил больше. Ну, полтора миллиарда я залил в контейнеры, наверное, за все время. Пока, чтобы его выбить, вот в минус чистый. Кварцового цвета. Только тогда он был голубой. Посмотрите на это. Подожди. Ёбаная жизнь просто. Ёбаная жизнь. Ты же понимаешь, что произошло, да? Николас. Это же вообще невероятно. Что, подождите? И вот еще одна. То есть я официально. Единственный человек. Человек. Лудоман. Контейнероман. Который взял. И вытащил две. Две ЦЛК, ГТР. И оставил их, а не слил. Понимаете? Я их вывел, если говорить прямым языком. Вывел. И вот я как бы. Ну, здесь нету ничего, да? Я Вадимону отдавал общий износ 4%. Он тоже консерва. Тысяча пробегов всего. Подожди. Как это? Теперь у меня два ЦЛК. ГТР. В смысле? На коллекцию. Ты прикинь, два. Нет. Нет, ну подожди. Ну, их на сервере уже три. Ну, если три, то два моих получается, что ли? Ну, да. Один в банду. Правильно. Все, сразу пацаны уже просекли. Один мне. Здорово, покемоны. Вы видели, какого покемона я выловил с контейнера? С первого. Бать. Что? Да, за 300 миллионов. Ебать. С первого. Тут Чопикс и Назар Форб стоят. Они просто, наверное, откисают. Сколько ты конток открыл? Один, блядь. Ты только начал? Да. Ебать. Прикол. Прикол? Все из одного контейнера. Ты можешь заканчивать, пожалуйста. Я в шоке. Я поехал, подождите. А так было. Кайфанул. Ну вот, окупил свой проебанный дом. Ну вот, наконец, и дом, и все, и все, что я залил сюда, конечно. Фантомас, конкретный. Ладно, пацаны, это вайбовая серия. Прямо сейчас мы прыгаем в ссылка к ГТР. Но не стучи по ней, блядь. Поехал номера, на него куплю какие-нибудь легенды. А, я знаю. Да, я ступаю, ступаю. Да не, сейчас, подождите, сейчас, да, придумаем. Хасл номер два. Вы же видите, какие номера, да? Вот здесь. Поехали, все, габарки. Бальзам на душу, но... А, где? Я, у меня... А, я вообще не верю в это. Свой номер? ЦЛК-2 просто куплю за 1700, нет? Ну, я думаю, ЦЛК-2 все-таки будет... Ну, это прям, вот, прям вот... Ну-ка, ты что, гонишь? Типа, в ЦЛК-то номера нет, а у меня ЦЛК-2 за 1700. А, я 700. А, ебать! Да ладно? Ща, погодите. Камара, мусора, где ЦЛК-2? Хасл номер два. О, у меня кейс купили, пока я... Зацените номер. Блядь! Да съедь реально, блядь, съезжай. Ха-ха! Я в шоке, блядь! Так как она могла упасть? Как... Как она могла упасть? Первый... Первый километр я сделаю сам. Он самый дорогой. Самый дорогой в жизни первый километр. Поехали в Арзамас. Я ее перекрашу, диски поставлю. Наверное. Хотя давай просто прокатимся, гонку устроим. Чисто по кайфу. Ну, я кайфануть хотел, да? Я реально хотел кайфануть. Или до кайфика едем. Едем до кайфика, короче. Я следующий число слов ловлю, это вообще будет. Да. Я вам расскажу историю, короче. Я вам ее не рассказывал. Когда я выбил тот селка ГТЛ в 22-м году, я, короче, через минут 20, наверное, в кайфик свернулся. Ну, и 5к в число поставил. И оно выпало. То есть в один день. Что она не едет, конечно, но... Это самая легендарная, мне кажется, тачка, которая может выпасть. Конечно, не новые, которые там добавляли. Но это прям вот... Это вершина, это максвин, я думаю, я считаю, даже так. А вот челы не справляются с управлением, потому что тяжело рулиться. Да она жесткая, ты че? Два ЦЛК, опа мои! ЦЛК-2 и ЦЛК-1. Давай, поехали до кайфика. Проверяем удачу. Нет, с первого раза! Это вообще бред. Я открыл тысячу контейнеров, чтобы с первого раза открыть. Так, на двенашке тип, конечно, дал джазу тоже тут хорошо. Неплохо. Но, да, чтобы управлять этой машиной, нужно владеть этой машиной. То есть, вот, и на сервере. Никто не знает, как она рулится. Все, кому я ее даю, разбиваются нахрен на ней. Как на ней вообще износ такой? С 4% я удивлен. На тысячу пробега. Хотя, вроде как, и так и должно быть. Не знаю, пацаны. Я полугры крутил контейнеры, поэтому не шарим. Я сейчас просто еду, кайфую. Я не знаю, у меня в голове звон все еще от того, что я увидел. Я ее увидел? Я не знаю, что я подумал даже. Что я подумал, когда я ее увидел? Типа шляпа какая-то выпала, подумал, но... Я не поверил, реально. То есть, это тяжело вот так вот сразу... Через секунду, наверное. Через... Какую? Через три, наверное. Че? А, получается, я пошел в число топить. Я не знаю, реально. Будет ровно. 10 попыток. А если я считаю, я выиграю, я этому типу отдам, который ехал. Кстати, давайте так и сделаем. Как по-моему, не жадничаю. Короче, знаешь, что я сделаю? У меня 10 попыток, я ставлю лям в число. Если оно выпадает, 36 лямов я тебе на счет отдаю. Давай. Я прям буду колдовать сейчас просто, молиться. Давайте. Я реально не был готов, пацаны, к этому. Это просто невозможно. Наверное, может быть, и следовало продать. Ну что эти верты? Я же их солью. И не будет ничего. Ничего вывода. Это же еще обиднее. Правильно? Правильно. Я сделал, считаю, максимально... Три на серваке, две моих. Как бы, на каком серваке эти ЦЛК еще есть? Да нет. Их там нет вообще ни на каких почти. И на втором две. И две моих. Это же... И номера-то какие? Все, ладно. Просто топим сейчас 10 раз и ждем. 14. 6. 35. Как-то рядом все, знаешь. И последняя попытка, к сожалению. Вот ничего не выпало. Хотя вообще все рядом максимально сыпало. Но не попало куда надо. Это какая-то странная дичь. Получается 25, 26, 24. Сейчас будет либо 23, либо 27. Ха, хорош. Хорош. Предсказатель получается. Ну, мы все просрали. Он реально сказал 27, она упала. Ну, я что-то подумал. Ну, знаете, в этом и ошибка. Что когда вот так вот жестко везет, ты думаешь, что вот оно так всегда и будет. Но ты приходишь и такой, что-то нет, что-то сейчас, нет. Сейчас, вот сейчас точно. Сейчас, да, вот сейчас точно. Поеду по платной дороге, сейчас на ней дам джазу. Максимально свежая, нулячая. Еще не тюнингованная, никому не переданная. Идеальная ПТС-ка. Она просто идеальна. Ну, пацаны, это просто легендарнейшая тачка. Коллекционная, музейная, вообще просто топовая. Но мы за ней охотились два с... Два с полтора года, ладно, ровно. Почти два, ладно. Что там? Пару месяцев, это херня. Два года она не выпадала. Три на серваке. И вот я сейчас еду просто в закат. Платной дороги на новый ЦЛК-2. Плачу 3 тысячи за проезд. И реально понимаешь, что все это было не зря. Даже их, пускай она стоит 300. По госстоимости в Порто она продавалась за 230. Эти 230, они бы не сделали ничего, я считаю. Ну, реально, никакой погоды. Но наличие двух, этого, знаешь, у кого-то монополия бизнесов. Ну, я ведь не мог просто взять, полтора года крутить конты, чтобы ради ничего. И вот он теперь, вот этот приз, он есть, он настал. То есть, вы понимаете, что следующая цель уже меняется. Я реально крутил, я рассчитывал только на эту тачку. Хоть новые там появлялись, новые Парши, которые там заряженные, классные. И еще какие-то тачки. И М3 там еще ЦЛ какая-то там. Даже название не знаю. Вот есть М3, я знаю, что она классная, но не выпадала еще. Это будет следующая цель. А сейчас я еду на ЦЛК, я прям просто кайфую. Я не хочу даже ехать на ней быстро. Я хочу ехать на ней вот так вот медленно. Просто выключить все интерфейсы. Вот так вот приспустить камеру. Штаны, может быть, даже. А то какая-то классная машина, поле зрения. Подожди. Вот так вот. Так я еще и ведь еду, пацаны, не в простом скине, если подумать. Я еду в скине, который получается за 50 открытых дубайских контейнеров. И это и есть вершина достижения человеческого прогресса инженерии. Ладно, все, херню несу. Но вы понимаете, да? Что как бы если стремиться к цели самоотверженно, о чем я и говорил. Даже если сильно это расстраивает и убивает и уничтожает, то в конечном итоге присто настигает. Но просто разница в том, с каким это интервалом происходит. Вот такую злую шутку как бы играет с тобой жизнь, может так сказать, что... Сука, с первого падает! С первого контейнера. Понимаешь? Это вот ну все максимально странно, я считаю. Блин, да я даже хочу посмотреть на уступи дороги. В итоге пошоркал и ладно. Блин, ну внутри, конечно, она древняя. Да и снаружи уже как бы... Это все равно легендарная машина. Это символ просто того, что ты ее вытаскиваешь и достаешь. Бля, я не знаю, тут даже... Можно слезу пустить, реально, пацаны. Я хочу закончить это видео вот так вот просто, охренительно. И напомнить вам о том, что если вы увидите промокод TAX, то вы получите до 100 тысяч игровой валюты и VIP-ку. А я как бы вот получил то, что хотел. В скине МакГрегора, пацаны, который дается за 50 открытых дубайских и до ЦЛК ГТР, который сегодня нам наконец-таки выпал, и мы смогли получить то, что хотели, пацаны. Но на этом мы не остановимся. Это лишь только лишь знак того, чтобы останавливаться. Не нужно, не нужно сдаваться, не нужно останавливаться. Хотя в прошлой серии вы помните мои эмоции. И прошлая-то серия как называлась? Называлась она шанс камбэка 1%, но никогда не равен нулю. В этом скине и в следующей серии, и вот она буквально, я выбиваю ЦЛК ГТР. Необычно получается.